На плакате темные краски и силуэт уставшей женщины, пытающейся согреться возле старой печки буржуйки. Вот так представляет себе блокадный Ленинград времен Великой Отечественной войны ученица Корсунской детской школы искусств Алина Камаева, чью работу сегодня можно увидеть в Ульяновске на уличной выставке. Совместно с Алексеем Михайловичем мы очень долго думали с преподавателем насчет именно военной тематики и очень захотелось изобразить именно Ленинград, именно этот холод, голод. В рамках проекта «Наследники Великой Победы» организованного Корсунской детской школы искусств совместно с белорусскими коллегами на аллее по улице Гончарова напротив обелиска славы открылась выставка с 12 лучшими работами ребят. Боевые подвиги своих прадедов, тяжелый непосильный труд прабабушек в тылу, гордость за советского воина-освободителя, спасшего от фашизма народа Европы, нашли отражение в картинах детей, нарисованных в технике линогравюры. Очень радостное событие для нас, для нашей школы искусств. Я думаю, что и для горожан города Ульяновска, что наши работы в центре города Ульяновска на улице Гончарова экспонируются в таком большом количестве. Здесь представлены наиболее удачные работы детей на баннерах. Выставка на памятной аллее в Ульяновске продлится в течение юбилейного 2020 года, поэтому ее сможет увидеть каждый горожанин и гость областного центра. Передвижные экспозиции организованы в Курсуне в Ульяновском государственном и Педуниверситете. Главная цель – патриотическое воспитание молодого поколения. Когда уходят ветераны, очевидцы этих стран, страшных событий, на первый план выступают как раз исторические предметы. И педагоги должны понимать, как на основе шедевров живописи, как на основе песен Великой Отечественной войны продолжать вот эту патриотическую работу с молодежью. По словам заслуженного художника Бориса Склярука, прийти и посмотреть на выставку действительно стоит, поскольку уровень детских работ очень высок. Однако даже отличникам сегодня есть чему учиться и к чему стремиться завтра. Дети у нас понимают это дело, чувствуют это дело, наблюдают и показывают нам. Для нас это очень дорого. Я думаю, что надо похвалить этих ребятишек и еще вдобавку всему учителей их. День Победы – всенародный праздник. В 2020 году наша страна будет отмечать 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По всей стране пройдут тысячи акций, флешмобов и выставок, чтобы была жива память о цене Победы, миллионах жизней, которые унесла война. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Управда ТВ. Руслан Баталов. Новости Управда ТВ.